друзья всем доброго времени как меня видно как меня слышно дать мне обратную связь пропал звук да все нормально если у кого-то танечка напиши если у кого-то наоборот идет звук или что-то там другое то нужно просто перезагрузить страничку я всем рада всех приветствую всем всем доброго вечера так очень хорошо отлично 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 замечательно что друзья мои сегодня у нас очень интересный очень такой знаковый день всех нас сегодня собрала здесь в одной точке в интернете девятая волна сегодня разговор они сегодня вы узнаете много что зачем она как с ней работать что это вообще для нас значит то есть это будет изучение фундаментальных законов вселенной которые дадут вам ответы на многие вопросы новоселье да 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 я теперь в новом месте обитаю ну что друзья мои я всех вас рада приветствовать я очень рада ощущать вас чувствовать как обычно всех вас обнимаю и давайте напишите кто он к нам первый раз забежал на огонек поставьте единичку кто вообще меня не знает давайте я вот так кратство здесь анонс себе размещу естественно пятерочка кто ходит постоянно к нам на встречи на вебинары ну и соответственно кто у нас уже ходит давно на курсы на тренинги ой сколько много новых только вот те кто к нам присоединился я очень рада друзья мои не видно не слышно сейчас танечка напишет так хорошо хорошо ну и напишите откуда вы давайте мы немножко познакомимся друг с другом всегда интересно да отлично 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 здорово погоду можете приписать у вас какая у нас сейчас дождь тут идет так хорошо москва да ну что друзья мои вот народ прибывает прибывает ну вот я смотрю со всех уголков у нас народ солнце у нас практически кузнецк пензер анечка привет кузнецка я кузнецки родилась это моя родина здорово классно тепло но мне кажется уже везде как-то потеплело немножко да отлично очень хорошо ну что друзья мои сейчас мы с вами собственно говоря отправимся в замечательное путешествие путешествие по девятой волне нижние нижегородская область пыталась выговорить ставрополь красногорск московская область замечательно москва хорошо грудно беларусь всех всех приветствую ну что друзья мои давайте напишите что же такое девятая волна как вы это понимаете давайте вообще ну как вы понятие туда вкладываете кто не знает что это такое то что вообще с этим делать поставьте мин минус так света говорит картина очень интересная на стене очень интересная она не просто такая обычная к нам пришел в центр лотос уникальный специалист и этот специалист ну вот где-то в июне представит предстанет перед вашими взорами с уникальным даром и как раз вот этот специалист у нас ваяет эти картины и не только картины много что я расскажу об этом человеке об уникальном да вообще и вот наш центр стекает с центра гипноза люди многогранные знаете настолько уникальны что буквальном смысле даже не подумал что есть такая специализация вот у нас появился новый специалист но конечно я пока всех секретов раскрывать не буду будет видео будет да что-то новое абсолютно новое ну для нас по крайней мере да вот и то что он творит своими произведениями это нас всех впечатлило мы ходили на совет мудрецов значит и я по всем каналам по своим девочкам ясновидящим местно знающим со всех собирал информацию об этом человеке об его таланте то это вообще штука такая рабочая классная и мы обязательно с вами поделимся и вы обязательно это примените своей жизни так отлично сергей пишет после восьмой и перед десятой сергей молодец классный ответ вообще кстати приветствую всех мужчин всегда уважаю кто входит сюда потому мало вы изюминки вообще всем вам примет огромное низкий поклон или с этим были когда с номером это вообще приветствуется классно и так друзья мои что же такое 9 волна ночи этот день ничем не важнее других дат начала 36 36 волновых периодов 9 волны 24 мая тоже сегодняшний день это первый день 64 дня и однако это день можно считать началом сознательной попытки людей войти в резонанс с девятой волной сегодня мы это будем делать обязательно возьмите ручки обязательно возьмите как обычно блокнотики вот и те озарение осознание которую будут вам приходить соответственно вы будете записывать как обычно я говорю что я копаю глубоко если все как то ну вот мне потому что самое интересно а зачем а почему а как это использовать и прочие прочие вещи у меня талант докапываться до сути и сегодня для вас много станет откровением на самом деле для меня самой стало это откровение когда вот эту информацию я открыла и соответственно эту информацию я впервые делюсь с вами но есть повод скажем так попут под определенный праздник ложку обязательно мне дает свыше с моей наставники если кто еще не знает кто первый раз тот как нам присоединился я гипнотерапевт вожу людей в тонкий мир прошлой жизни это моя основная специальность ну и много много вот таких специальностей как здесь написано то есть много не буду времени занимать о себе кому надо посмотрите полистайте в интернете я на каждом шагу и так друзья мои значит вот это событие которое происходит сегодня вот эта волна которая сейчас идет она еще будет у нас проходить 21 июня 4 августа записывайте это естественно не единичные события это постоянный процесс это волны и которые накатывают на нас и вот этот хаос который сейчас мире у нас достиг достаточно высокой точки с этим что-то нужно уже делать и свыше соответственно пытаются многие люди которые занимаются сейчас эзотерикой много занимается с тонким планом это коллективные разные медитации это коллективные работы на тонком плане кто видит кто ясно знает кто ясно чувствует и вот мы уже должны входить в резонанс вот с этими высокими космическими волнами а вот что они несут как обходить в этот резонанс как создавать это единое сознание вот это сегодня мы разберем очень подробно марино что то происходит но конечно сейчас все происходит очень интересно сейчас мы входим в эпоху сердца эпоху высшей любви медленно верно и наши вселенные мы сами созданы объединенными объединенными усилиями девятого девяти волн творения поэтому никакие перемены не могут происходить одновременно с такой же фиксированной временной точки как и сегодня и них воздействие этих волн на нас очень значимым и многие люди большинство даже сегодняшний на сегодняшний день находится в резонансе 6 7 8 волной и вот эти волны более низкого порядка они не дают вот этого открытого сердца то есть ну что такое открытое сердце это когда вы все принимаете у вас тотальное принятие ситуации у вас людей собственно да это безвозмездная отдача всего что вообще здесь вы делаете это безусловная любовь то есть но все-таки высокие качества критерии пятого сознания пятого измерения и наша задача сегодня наша задача понять что это такое то есть мы это разберем с точки зрения теория теория строения вселенной и соответственно когда вы поймете у вас придет глобальное осознание когда осознание придет тогда и вам захочется что-то делать в этом направлении не просто медитировать подстраиваться под девятую волну а здесь гораздо все глубже гораздо все интереснее итак друзья мои мы окунаемся в глобальные законы мироздания это первое это с теории мы всегда ну я начинаю вы знаете что я вот куда ни коп не везде 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 копаю до самой сути и так друзья мои многие эзотерические учения отдают ту или иную схему устройства вселенной и и энергетических уровней свода космических законов и прочих и вот это частые различные школы противоречит друг другу у кого-то это вызывает разное чувство недоумение как все так происходит почему отчасти конечно это вызвано тем что многие древние учения дошли до нас в искаженном виде соответственно кто-то принимает из тонкого плана тоже искаженные скажем на информацию через свои каналы это нормальный кстати процесс не надо вот как то знаете шарахаться и бояться этого то есть это знаю что это все искажение идет опять же нам на благо для того чтобы мы научились отделять зерна от плевел и в то же время когда происходит вот эти озарения когда-то понимаешь действительно суть когда ты понимаешь истину когда ты прикоснулся глубокому мудрому замыслу вселенной ну тут у всех прибывает счастье и так чтобы данную информацию которую я вам сегодня дам проанализировать это с принять как вот душой они разум хотя и мы пойдем через разум и подойдем душе это все-таки одно целое ну и вам нужно понять что вот данная информация она проанализирована и споставлена со множествами источников и изложено изложение данного материала направлено в основном на рациональный раз вот с первая ступень а когда вы разложили чтобы вот по всем вот этим пунктам логики когда у вас есть опора на наш ум который имеет склонность впадать глубочайшее замешательство как как всегда если что-то не сопоставляется нет логики когда речь заходит о необъяснимых принципах построения вселенной тогда соответственно логика все уложили и тогда принятие и вот душа открывается и тогда ты это принимаешь это главная задача состоит в том чтобы что логично объяснить можно только очень малую часть строения вселенной многие законы не поддаются рациональному разуму вы сегодня тоже мы прикоснемся к этой как каким-то таким интересным загадкам вселенной и она открывается только через кончайшее чувство не сродни прямому знанию или интуитивному озарению но все равно мы будем идти через логику это нам поможет итак друзья мои вот я хочу у вас спросить бывает ли у вас такое что вы просто внутренне знаете и вам не нужно доказательств например вот я в детстве еще когда совсем была маленькая где-то 89 но когда сознание проснулось я знала что есть высшее начало я разговаривала с ним то есть мой доказательств не надо было это вот было вот знаю что есть и все да и вот бывает по жизни так вот узнаешь что это так произойдет ты на под убеждать его хотел разум логика наш говорит об обратном у кого такое бывает поставьте плюстик до внутренние как чуйка 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 да то есть вот собственно говоря и тут вы должны ориентироваться на вот эту чуйку то есть когда вы чувствуете что это действительно так тогда эта информация ложится на душу она и вы открыты к ней и соответственно у вас происходит очень интересная трансформация 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 именно как раз подстройка под девятую волну так когда была в деревне танечка пишет было внутри покоя и гармония как только приехала в город то почувствовал беспокойство так интересно интересно ну идем дальше мы будем идти с вами с отправной точки это волна волна да соответственно 9 волна и волна это что это колебание и в основе вселенной лежит волна на всех слоях и уровнях начинает создатели заканчивая физическим планом нашим следствие такой конструкции охватывают все уровни бытия и поистине они глобальны здесь уместно вспомнить что на физическом плане мы постоянно сталкиваемся с проявлением волновой природы наше зрение воспринимает электромагнитные волны свет слух звуковые колебания и вообще кстати современный физика даже материю рассматривает как волновое явление и наиболее наглядно это проявляется микромире атомов где каждая частица является одновременно и волной что довольно сложно вообще кстати нам представить то есть вот до копались что внутри самого-самого-самого элемента да вот смотрите где схемки я две схемки вам сделала но они вроде как смысл то один просто под разным как с разных разным видом нарисована что сначала идет объект какой-то потом атом поле потом электроны потом протоны нейроны кварки а вот а там уже внутри кварков там уже нашли струны и в электронах тоже или такие струны которые вибрируют и кстати знаменитое уравнение квантовой физики подразумевает что материя может превращаться в энергию посредством излучения волны то есть все у нас вот вибрирует все это не все это у нас на основе волн находится то есть любая вообще практически и материя ну да материи мысли и все 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 итак рассмотрим немножко теорию струны ну теории у нас не очень много будет но она очень важна еще раз говорю наберитесь терпения мы все логически придем к одной классной штуки пониманию что такую волна и вообще чуть не делать и так вот это и теория струн появилась физики совершенно недавно в ней постулируется что каждая субаторная микрочастица представляет собой колеблющуюся струну струны могут замыкаться объединяться взаимодействовать из таких вот кирпичиков строится мельчайшие субатомные частички из частичек атомы из атомов вещество и уравнения которые получились у струнных теоретиков имеет множество интересных следствий в частности например 11 мерность пространство имеет возможность перемещения во времени есть и другие выводы наших ученых которые сильно пересекаются с различные с различными эзотерическими течениями так сейчас мы с вами рассмотрим как же выглядит волновая вселенная у нас и будут самое интересное начинается у нас будьте внимательны значит упрощенно если вот тогда говорит на самый верхнем уровне измерение волны как бы существует в чистом виде по мере становления более низких уровней вселенной волны группируются пучки за счет этого во первых происходит снижение частоты колебаний поэтому каждый уровень бытия получается чуть более грубым относительно вышестоящего ведь одна струна будет иметь более высокий звук чем связка струн во вторых каждый мы же лежащий уровень получается чуть более сложным и разнообразным чем породившие его предыдущие это можно пояснить на примере музыки что-то мне кажется громко собачки лают значит каждый ниже лежащий уровень получается чуть более сложным и разнообразным чем породивший его предыдущие это можно пояснить на примере музыки то есть одна нота имеет чистое звучание если взять аккорд созвучие из трех но то звук получается богаче а главное в нем будет присутствовать такие оттенки и тона которых не был ни в одном составляющей его но по отдельности и вот как это что это к чему это вообще все относится на самом деле разные эзотерические школы сейчас насчитывают кто 9 кто 10 кто 7 уровней вселенной вопрос это на самом деле условный и зависит от способа разделения уровней по присущим качествам хотя вряд ли между ними можно провести четкие границы и пока же вот здесь мы отметим что все теории сходятся в одном физический мир который мы можем воспринимать органами чувств является самым плотным это вот точно здесь все как на одной волне и самым грубым и всех уровней и здесь происходит максимальное объединение волновых пучков вселенной вибрации физической материи самые низкочастотные именно поэтому она воспринимается нами как имеющая плотность массу друзья мои наберитесь терпения да вот теория она такая интересная может быть кому-то не очень понятно и пока но я думаю что сейчас вот мы придем к такой вот главной вещи терпения подтверждение об уровне вселенной в науке то есть вот здесь тоже так интересно наука говорит что вот идет сначала про то материя темная энергия темная материя частицы макро вещество звезды галактики скопление галактика черные дыры это как бы косвенное тоже положение то есть и подтверждение эзотерических предположений и здесь нужно важный момент хоть и более низкий уровень имеет низкочастотные то есть грубые вибрации они содержат в себе всегда то знаете что вот всегда в низших вибрации то есть высшие высокочастотные волны самых верхних уровней хотя бы потому что это тонкие волны является строительным материалом для всех нижележащих уровней и хотя в процессе объединения пучков происходит уменьшение частоты высокочастотные первого он придают окраску они задают цель смысл существования потенциальное содержание в низкочастотных пучках это означает что хоть мы и не можем воспринимать непосредственно свет создателя проявляя проявление этого света скрыты в каждой частице нашего физического мира в том числе и нас не знаю насколько сейчас вы это понимаете почему я это говорю сейчас мы перейдем на более простой язык и так с другой стороны следует помнить что изначальные волны волны всегда продолжают существовать в первозданном виде а все многообразие миров и способов восприятия это лишь вопрос группировки этих волн так у людочки понятно ну слава богу это здорово но сейчас я все это разую все будет хорошо и можно вспомнить карлоса кастанеду и его описание точки сборки которая выхватывает из огромного диапазона светящийся волокон небольшую группу и собирает из них текущее восприятие и так определенные силы жестко приковывают наше внимание к одной из огромного количества возможно группировок так что мы не можем поменять эту ситуацию по своей воле либо можем но в ограниченном диапазоне и в данный момент мы воспринимаем то есть в теле человека мы воспринимаем группировку или сборку этих пучков этих волн под названием физический мир но важно помнить что в кстати физический мир самый интересный поскольку отражает в себе все вышележащие уровни а за счет взаимодействия всех волн и объединений он еще и получается максимально разнообразной и интересной то есть вот на высшем уже измерение вот так то вот этой красоты как здесь нету друзья мои вот чем хорошо здесь да вот тем что здесь вот такая красота есть сейчас мы перейдем к свойствам волн здесь я вам всего лишь три свойства данную они очень важны и для нас они фундаментальные значит обычно мы автоматически представляем волну как нечто распространяющееся в пространстве и времени но когда мы здесь говорим о вселенской волне то есть девятой волне имеется ввиду абсолютная волна вот волна в себе сама суть волны ее образ или первообраз вот как хотите как прототип и и вот это первого волна первого волна не зависит ни от времени и от пространства и собственно то что мы здесь воспринимаем как пространство и время просто еще один способ группировки этих самых волн которые отражают некие более тонкие силы с более высоких уровней второй второй значит второе свойство волны имеет две полярности вот эта волна первого источника и между как волна находится вот как качеля то есть два две крайности дуальность а посередине вот эта волна готова которая колеблется и мы знаем что наша вселенная дуальна да и не я тьма и свет давайте расскажите какую дуальность вы еще знаете это любую дуальность любую противоположность напишите что вы знаете о дуальность какая она бывает правильно свет и тьма истинная ложь черная и белая да 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 может быть что-то для вас актуальная то есть вот что вам узнать так ненависть и любовь любое проявление дуальность дуальности ну и в человеческой жизни дуальность отражается в первую очередь мужское и женское да 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 молодцы свет и мрак добро и зло покой и хаос да сладко горько точно да грубость и мягкость точно точно качество кстати посмотрите качество характера это очень важно мы к этому придем и согласитесь что в нашем мире невозможно не выбирать между полярность каждую секунду каждый день обязательно мы выбираем пойти туда не пойти то есть это пусть даже мелким но всегда у нас есть пару вариантов так точно да оптимист или пессимист гармония дисгармония очень хорошо вверх-вниз добро звук точно точно и помню что во вселенной где все течет где все меняется колеблется нет ничего абсолютного по-другому можно сказать такое известное выражение что в относительной вселенной нет ничего более абсолютного чем относительное не бывает абсолютной истины нет абсолютных миров не бывает окончательных выводов и если например человек гонятся за абсолютным каким-то знанием или хочет прийти какой-то абсолютной истине или реальности рано или поздно мы неизбежно обнаружим что гоняемся за солнечным зайчиком потому то нам следует обратить наше внимание не на абсолютные величины а на отношения между ними и как ни странно отношение более постоянное чем сами величины то есть отношение к чему-то это постоянная величина и поскольку отражает какой-либо основополагающий закон по которому строилась эта вселенная еще с времен до начала времен до за идеальный мужчина точно так ну вот мы больше уже начинаем разбираться в закону вселенной и все это нас подводит в девятой волне и так человеку на самом деле трудно но возможно на нашем уровне познать абсолютную суть первого волн первая волна это девятая волна если кто еще только к нам присоединился или кто еще не понял источник или создатель или творец или первая волна это одно и то же цену и познать его на самом деле трудно но можно нам здесь потому что ну во первых давайте скажу что вот кто как бога воспринимает да или высший разум то есть кто-то это считает что это кто-то там на иконах кто-то считает что это как-то выглядит по-другому я много рассказываю о мироустройстве и это целая структура это целая система то есть космос это творец это создатель то есть это в моем понимании целый космос в структуре это как единый организм представьте как человек да вот у него есть органы почка сердца мозг и прочие какие-то вещи и все и это однозначно можно сравнить с просто с прототипом человека и вот космос на самом деле это есть высший разум это есть творец и и чтобы познать вот эту величину друзья мои в нашем на нашем уровне сознания это действительно бывает трудновато но возможно а вот каким образом мы сейчас с вами это узнаем то есть во первых нужно помнить что ставим акцент не на суждение а на отношении к чему-то и на нашем человеческом практическом плане это означает что в нашей жизни важны не абсолютные суждения а отношение к чему-то например отношение к событиям в жизни взаимоотношение с окружающими отношение к себе и своему внутреннему миру и мы познаем творца его суть то есть первую волну девятую волну через дуальность по сути вы каждый день познаете создателя через сверх крайности именно сюда на землю всех вас послали чтобы узнать творца через вот этот крайний опыт дуальность она повсюду можно противопоставлять две полярности некой волны с некого уровня вселенной можно противопоставлять один уровень другому если ребенок например постоянно пребывает в хорошей любящей семье и в дом попадает к злым людям ну не знаю его семья например там умерла по каким-то причинам его в детдом отправляют тем самым он начинает понимать и ценить суть хорошего что было раньше это очень сродни похоже как послали нас сюда вот нас очень мы пребывали в любви в понимании в самых-самых-самых высших вибрациях первой волны когда мы приплыли сюда приехали прилетели на землю как вы себя ощущаете вот это сродни что-то детскому дому и многие люди ощущают себя здесь как будто они даже кстати своих родителей они не принимают сын мой часто всегда в детстве говорил что и был уверен что его взяли из детдома он считал что вообще это вот это не его семья мы ему доказывали мы бирочки показывали все там выписку из этого в общем такие какие-то детали очень многие чувствуют себя что они здесь чувствуют себя не дома то есть здесь все чужое люди чужие чувствуют себя одиноко давайте кто как чувствует себя здесь ну кто-то уже приобрел может быть это состояние какой-то гармония а кто еще вот как в командировке себя чувствует причем такой знаете вместе не очень хорошим расскажите как вы себя чувствуете ага часто хочется уединить у у у у единения я тоже привыкла к своим родителям привыкала долго в детстве было что все чужие сейчас все поняла сейчас отлично тоже не верила что это мои родители хорошо да да ну многие кто сюда приходит уже вот галочка это волнообразно тоже тоже в нашу тему очень хорошо да ага кодировка давно сейчас другое состояние ну вот и говорю кто сюда уже ходит на вебинары к духовности приобщается соответственно они уже по другому себя чувствуют ага как будто не туда и не тем местом вставляют да они пишут интересно да вот это такие состояния Юра пишет состояние ощущения что еще не все успел ага а это очень часто кстати душу подгоняет есть знаете как много воплощений прошлой жизни человек душа не выполняла какое-то свое задание дают или знаете как не всем конечно ну просто уже бывает крайности что вот ты там долго не выполняла а ― это те знаете как уже economies уже должен выполнить и у тебя внутреннее вот такая гонка что должен 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 elo unin или просто человек ощущает какой-то определенный срок за который он должен выполнить вот когда или спал 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 потом проснулся а acostbyл я уж чужой жене мне нужно дотанить все или что-то делать Поэтому очень часто такое бывает И в регрессиях это часто описывается Клиентами Так Галочка, я тоже в детстве говорила Что я не родная, сейчас почти всегда Одна дома, ощущаю покоя И блаженство, особенно после ваших вебинаров Здорово, здорово Хорошо Да, вроде гонки У меня, кстати, тоже такое ощущение Я же тоже до 40 лет спала До 42 даже больше Как и у я муромесной печи А потом мне нужно быстро-быстро-быстро-быстро У меня такая ушка Вот туда Так, по-моему, не стучат с друзьями Но мне надо открыть Подождите секундочку Хороший знак, постучали ключики, принесли Ключи, ключи нам всегда пригодятся Так, и что, итак, друзья Значит, дуальность у нас повсюду И мы всегда познаем какую-то вот эту середину Когда у нас есть две меры Две крайности Например, если сопоставить одну меру длины То мы не поймем, сколько это много или мало Например, вот 300 километров до вашей дачи Представьте И 30 километров до дома от работы Далеко ли ваша дача? Света такая добрая И, Владимир, собаку на них спустите На кого? Кто ключики принес? Или на кого? Света, это хорошее событие Зачем? Я так не спускаю А так на хороших людей-то Вроде бы все хорошо Ага Значит, давайте еще раз 300 километров до дачи И 300 километров до дома Далеко ли ваша дача? Вопрос такой Ну, это к примеру Кому как? Ну, вы тут отвечаете Кому как Ага Относительно Далеко А сейчас такой пример Теперь 3000 километров до моря Ну, например, отдыхать Куда-то и ехать И 300 километров до дачи Далеко ли дача По сравнению с морем? Еще раз 3000 километров до моря И 300 километров до дачи Далеко ли дача По сравнению с морем? Вот, близко Вот, пожалуйста, вам Две величины А про дорогие магазины Вот видите Такая интересная психика Как у нас работает психика? Значит, приходишь в один магазин Где порядок цен Например, там, ну, не знаю От 1000 до 3000 Там, 5000 Самая дорогая вещь Даня говорит Да, смотря на чем добираться Ну, это наша психика Как воспринимает Вот, приходите в такой магазин Средний Да Даже ниже средних цен Да, мы знаем Там, какие-то смешные цены Там, еще что-то И Вы ходите Где средние вещи У вас стоит Приблизительно 1000 рублей Ну, плюс-минус И вы смотрите В этом магазине Там, 5000 рублей Там, не знаю 4000 рублей Как дорого Заходите в другой магазин Где цены Знаете, там 20-30 тысяч Ну, в Москве По крайней мере Такой есть Да, 10 тысяч Какая-нибудь И вы среди этих цен Находите какую-нибудь Не знаю Блузочку Малечку За 3000 И она, вам кажется Уже какая Друзья мои Кто такое часто встречал Ну, может быть Тут ходил По дорогим Потом по дешевым Есть такое Да, Наташа Угу И берешь эти Да, и счастлив Что за 3000 Взяла какую-то Блузочку Господи Как мне повезло Да Таким приемом Мучат продавцу Да Да Нами манипулируют В своих целях Вот Наш разум Рациональный разум Большой мастер Против поставлений И дуальности Вот именно В этом месте Провозгласив Дуальность Многие Изотерические Учения Останавливаются И получают Безнадежную И безжизненную Картину То есть они Не понимают Зачем эти деления На инь и янь И многие Эзотерические течения Не отвечают На главный вопрос Зачем Мы Здесь Познаем Дуальность Друзья мои Вот теперь вопрос К вам Всем всем добрый вечер Кто к нам Только Присоединился И вы Кстати Вы тоже Будете ходить И вот эти Вот Против Против Поставления Будете Как бы Осознанно Уже видеть На каждом шагу Для чего Вы сейчас Поймете Итак Зачем нам Здесь Дуальность Давайте Как подведем Итог Чтоб познать Истину А какую Нельзя убить Свет Если Рядом Чтобы обрести Середину Так 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 Опыт Нельзя познать Что-то одно Что значит Другое Для сравнения Не познав Зло Не познаешь Добро Молодцы Мы сами Дуальны Конечно У нас есть И мужская Часть И женская Да У нас очень много Разных качеств Истины Между ними Пережить эмоцию Молодцы 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 Думайте Пишите В дуальности Возможное Возможное Состояние Отдельности Александр Напишет Принимать Себе Мир Молодцы Баланс Равновесие Жить Золотой Середине Молодцы 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 Ну вот Мы подходим Уже Близенько К секрету Найти себя В другом Дуальность Это более На низком уровне На более Низких Волнах На одном Из более Высоких Уровней На девятой Волне Или на уровне Создателя Творца Дуальность Перестает Существовать Иметь Какой-либо Смысл Там нет Зла Там нет Добра Нет Темных Несветлых Сущностей Вот например Ой темная Сущность Ой там Какая-то Светлая Это ангел Это дьявол И кто Уже в наше Время Подойдет Ну нету Плохих Людей Нет хороших Нет там Злодеев Нет там Каких-то Супер Каких-то Там Добрых И прочих И кто Дойдет В своем Сознании Или осознание Лучше наверное До этих Понятий Кто-то Через сердце Или душу Лучше Не на словах А вот именно Действительно Через Вот это Внутреннее Состояние Тут уже Вышел на уровень Сознания Пятого Измерения Он пребывает В постоянном Балансе Гармонии С миром Собой И один Из самых Больших Секретов Строения Вселенной То что В основе Лежит Не два Элемента Вот эта Дуальность А три Элемента И этот Таинственный Третий Элемент То что Побуждают Волну Делиться На две Полярности То что Заставляет Ее двигаться Регулирует Взаимодействие Между Полярностями И в Конечном Итоге Является Причиной Жизни Что это За мера Третий Элемент Друзья Так Именно Его Скрыли Древние Египетские Жрецы От людей И теперь Вы его Сейчас Узнаете Девятая Волна Ну Однозначно Девятая Волна Это Синоним Вот Этого Да Ну Загадка Что Да Ох Как Интересно Интересно Вам Вот Середина Молодцы Молодцы Пишите Думайте Думайте Итак Баланс 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 Древние Египетские Жрецы Утаивали Главную Вещь Зачем Нужна Дуальность Придя Придя К равновесию Баланс Вы приходите К истинному Творцу Вы понимаете Его замысел Зачем Здесь Страдание Зачем Несправедливость Вы с этим Вы с ним С Творцом На одной Волне На девятой Волне Найти И по ней Творца Можно Только Через Приобретенный Опыт Дуальности Выйдя Или Войдя Во внутренний Баланс И равновесие Во всем И вы Пребываете В гармонии А вот Как войти В равновесие Это уже Другой момент Это уже Нам нужно Учиться То есть Как войти В равновесие Это все равно Что как Выйти На девятую Волну Или как Резонировать С девятой Волной Или как Познать Творца Это одно и то же Золотое сечение Да В равновесие Нужно прийти Через намерения Через усилие воли Через знание инструментов Как это быстро сделать И знание законов Конечно Вселенной И вот сегодня Мы как раз Это с вами Раскрыли Как вам этот материал Ну вроде Тут все рядом Все ты понимаешь Но когда Ты вот эту Суть раскрыл Тебе как-то Как-то и легче Как Друзья Как вы вот это Оцениваете Вот эту информацию Насколько она Вам интересна Вроде все мы знаем Что нужен баланс А зачем он нужен Ну насколько у вас Действительно это открытие Или это может быть Просто знаете Ну так Так вот Почтение Что я это знал Друзья Мы все это знали Ага Так Галочка У вас Всегда получается Находиться в равновесии Практически Да Есть Спады Но я быстро Себя вывожу На очень нужный Этап равновесия Сразу скажу Так Ну это все Применять в жизни Сейчас в жизни А нужно это все Конечно Применять Ага Какой же третий элемент Лена Борисовна Леночка Я только что сказала Равновесие Баланс Ага Равно Смотрите Запишите Равновесие Баланс Золотая середина Творец Бог Девятая волна Это все Равно То есть Равно поставьте Между балансом Равновесие Девятой волной И Творцом Создателем Приобретая баланс Приобретая Равновесие Вы выходите На девятую волну Как строится Под девятую Волну Вот оно Как познать Творца Вот выходите В равновесие Почему все сидят Мудрецы там Все время Они сидят В медитации Все время Пытаются Не пытаются Они реально Находят Вот это равновесие Внутреннее И все Духовные Течения Мировоззрения Они говорят О чем Найдите Гармонию Внутри себя Найдите Равновесие Найдите Покой Покой Внутри Ты в пути Да Катинка Точно То есть Все нейтрально Так И плохо И хорошее А как жить Да Вот сначала Сознание Непонятно Как это Жить Ну все Нейтрально У нас наоборот Крайности И опыт И опыт Крайний Покой Одна 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 Полярность Одна Единственная Существование Мы снабжен Мы снабженны Довольно Примитивными Например Птицы Ну и Зачем Зачем И что Нам тут Нужно Сделать И мы Готовы Поклясться Что Предметы Вокруг У нас Твердые А 10 Килограммов Это Больше 4 Сантиметра Кто Хочет Пребывать Гармон Небаланс И Привести Свои Чувства В порядок Научиться Быстро Грамотно Справляться С негативными Эмоциями Есть у меня Предложение Смотрите Это Опять же Подстроиться Каждодневно В быту На Вот эту Девятую Волну Сегодня Мы обязательно Кстати Сделаем Технику Я дам Вам Конкретную Маленькую Рекомендацию Как упражнение Как же Вам Каждый День Подстраиваться Под это Состояние Вообще Надо Расширять Сознание Сегодня Техники В технике Мы будем С вами Расширять Сознание Для тех Кто хочет Справиться Как раз Вот Придти Гармония Через Баланс Через Работу С негативными Эмоциями То Кому Актуально С негативными Эмоциями Справиться Вот Кому Это Интересно Вот Смотрите Я Получила Вчера То Я думаю Что не просто Так Именно Под Сегодняшний День Новую Методику От Высших Моих Кураторов Это Комплексная Работа С негативными Эмоциями Как Она Сработала Это Было Что-то То На данный Момент Мне Было Актуально Была Одна Ситуация Которая Действительно Мне Постоянно Вызывала Негативные Эмоции И Соответственно Мне Нужен Был Инструмент Как С этим Справиться А у меня Много Есть Как Гипнолога Как Нелп и Практика Этой Диссоциации Я много Вам Рассказывала Об этом В моих Книгах На ютубе Все это Есть Варианты Диссоциации Но я Не учитывала Одну штуку Друзья Мои И вот Эту штуку Я нашла Мне Наконец-то Дали И она Работает И работает Комплексно И работает Так Что у меня Вчера Мне ее дали Вчера У меня были Задачи С моим здоровьем А у меня Есть много Девочек Ясновидящих С нашего Центра Которые Диагностируют И смотрят Тело А из-за того Что у меня Сильные были Эмоции Негативные Хотя я с ними Работала То есть Они накрывают Я выхожу От них А не накрывают Я выхожу От них И вот этот Процесс Если например В простом состоянии Когда я В спокойном Значит у меня Получается Допустим Ну какая-то Приходит Ну какой-то Да Там Конфликт Конфликтов Нет Ну приходит Обратная связь От вселенной И на эту Обратную связь Селенной Есть реакция Небольшая Негативная И вот Так она мне Приходила Раз в 3 5 дней В неделю А это получается За день Накатывает Вот это Несколько раз Десятки раз И это Постоянно Выходишь По техникам Оттуда Из негативной Эмоции Так вот Оно помогало Оно Нормально Как-то Более-менее Я держалась На плаву Но уже Мой организм Стал давать Сбои То есть Буквально На смысле Там за Небольшой Промежуток Времени Началась Образовываться Знаете Когда состояние От Как это называется От гастрита К язве И вот Когда девочки Мне посмотрели Говорят У тебя Воспаление У тебя Желчина Случила его Вчера Когда я его Сделала Вот эту методику Комплексную Это очень Комплексная Штука У меня Как раз Там были Пробелы Некоторых Вещей Мне не хватало Друзья мои Я ее Сделала Через четыре часа я сказал постучала с девочкой посмотрите меня мои физиологии у тебя желчное уже воспаление ушло и желудок успокоился сегодня ночью я опять работала то есть прошло сутки сегодня девочки смотрят у тебя желудок уже успокоился там полностью воспаление прошло то есть а было предъязвенное состояние за сутки у меня практически я уж не говорю про мои эмоции которые совершенно пришли в норму за вчерашний день одна какая-то выплазла и то я и сразу по новой методике сделала и плюс пошла моментальная регенерация клеток физически при малых усилиях моих я не какой-то там фантастия ничего такого особенного там как какой-то там да то есть это излечение в общем друзья мои если кому актуально получить методику по утилизации вы смотрите вот здесь три вещи значит что-то происходит я вкратце это расскажу значит выведение застарелых эмоциональных токсинах и физических органов потому что за все наши годы там происходит знаете вот такой вот вот эти эмоции они как будто там прописались это уже на уровне энергетических тел они там каждая новая эмоция добавляет свою каплю и это начинается возмущение да это как вот по очаг новые там то добавили как то да вот она там сидит и тлеет а как только чуть-чуть сам температура к повыше и и соответственно по вот этот пожар это раз и мы будем выводить вот эти застарелые эмоциональные токсины из физических органов тонких тел и физики дальше выстраивание правильной схемы миграции новых негативных эмоций по телу и пространству пока это вам ни о чем не говорит на специально так написано потому что если расскажешь все это уже будет понятно и третье выстраивание фильтров для блокады и недопускания негативных эмоций тела человека то есть чистка старых и формирование новых путей для того что эмоции обходили органы вот и это классная штука если кому интересно забегайте у нас будет 23 мая вебинар это будет закрытый вебинар всего 550 рублей это начальная школа это для тех кто хочет испытать эту методику она новая на себе сделала это мощная классная штука приходите кому интересно будем делать все на себе классные хорошие эксперименты уже весь ведь 24 мая а мне дождите прошу прощения 30 мая друзья мои да 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 хорошо это сказали 30 уже прошло ну вот я вчера это зафиксировала наверное знаете подсознательно что у меня это прошло значит нормально 30 30 то прошу прощения 30 мая это у нас начальной школе как раз девочкам их подготовила к этому дала подготовку а кому интересно вот эту методику получить то приходите то есть это гармония будет в состоянии в баланс в эмоции негативно так что вот забегайте это уникально действительно это уникальное очень просто очень легко за хорошо она очищает вы еще раз говорю эта методика очищает ваши тела астральное эфирное физическое буквальном смысле если вы будете естественно делать то что я вам говорю вы научитесь справляться с негативными эмоциями эмоции всегда бьют по органам они там прописываются за года за десятилетия за да даже за прошлой жизни то есть это на энергоинформационный уровень души уже записывается и это работает почему некоторые работают даже по техникам не справлять с негативной эмоцией у меня девочки есть на курсах которые работают по техникам с обидами с прочими как но могу я отпустить год работает она не может отпустить мужа почему потому что там прописалась эта эмоция и как раз могут вот эта техника будем убирать сначала чистить орган от вот этих программ от негативных эмоций потом ставить очистили организм и ставим уже блокаду на вхождение новых эмоций но это как бы сейчас физику не трогайте там это немножко по-другому будем с физикой работать но это нас работа с энергоинформационными телами вот это работа через визуализацию даже если вы не видите это с намерения не работают вот друзья мы так что кому интересно забегать это будет что-то поверьте мне просто на славу ну не верите то есть кому откликается кому интересно тому кто придет кто по ощущениям чувствует что это ему нужно сегодня переходим как диагностировать что чистить сейчас смотрите это уже другая вот смотри сейчас диагностировать это по вашим задачкам например у вас есть обида мы знаем где обида обычно скапливается или можно допустим по органам которые они больные у вас например есть какой-то больной орган соответственно как правило есть какая-то причина обида ли что-то конфликт и у вас он обостряется то здесь такой скопе с одной стороны от больного органа пляшем другой стороны от тех каких-то вещей которые там связаны с обидами с какими-то другими значит качествами до вашей личности и прочее но на самом деле еще раз говорю здесь нету полноценного системного обучения почему здесь я вам даю каковы сами с нейро уже работаете вот системное обучение будет вот этому с диагностикой с глубинными выяснениями причины прочие вещами это будет в эзотерической медицине давайте вам тоже рекламку создам быстро сейчас потом на технику будем делать значит это будет в эзотерической медицине она у нас будет идти с 8 октября это будет три месяца будет там и по полной программе работаем и лечим себя и диагностируем других и себя то есть это полная 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 такая структура а вот эта методика это для тех кто хочет работать хотя бы с справляться своими негативные эмоции это главное везде оседают на всех органах только вы каждый орган отвечает пара за разные вещи и конечно мы еще на курсе регрессии выясняем конечно вот эти знаете глубинные противоречия например в прошлой жизни человек был не тое слишком уверены в этой жизни на слишком неуверенный то в одной жизни вот там нерешительные дуб�� решительный бабулы там тирану в этой жизни жертва именно да даже shore психологии кто знает есть северный узел если нужный узел то есть мы познаем в каждой жизни противоположная опыта это дуальная строна везде и вот например посмотреть к чему же вам прийти в этой жизни какому балансу или прийти к принятию миру когда вас обижают когда вас предают когда вас лишают чего-то ну такой какой-то жесткий жесткий ваш от вас ваш адрес какие-то ситуации происходит почему это происходит с вами это через регрессию можно это узнать это очень хороший действенный инструмент и соответственно мы там это устраняем то есть мы как бы приобретаем там гармонию мы выходим как раз баланс то есть можно через регрессию а можно через эзотерическую медицину это как раз она у нас будет в октябре итак друзья мои сейчас я хочу вам все-таки рассказать главные задачи человека по настройке на девятую волну что это такое у нас а то есть как это делать что такое вы уже поняли из волновой картины нашей который мы сегодня узнали волновой картины вселенной следует что две полярности любой дуальности образованы одной волной то есть это как подводим итог который просто проявляет себя двумя способами в этом смысле задача человека объединить уравновесить полярности то есть чем быстрее вы это сделаете охватив тем самым породившую их волну целиком вспомнив о третьем элементе мироздания равновесия балансе тем быстрее человек придет к внутренней гармонии и кстати более высокая высокочастотные волны проявляются как любовь любовь безусловно ко всему и вот это высшее проявление любви соответственно все духовные психологические техники гипноз они служат двум целям и мировоззрение я уже говорила да это помочь выработать правильное отношение к миру помочь наиболее эффективно разобраться с полярностями и чтобы решить эту задачу разобраться в хаосе дуальности человек начинает по-своему группировать пучки вот этих волн то есть упорядочить пространство через знание через понимание как это работает как да вот например сегодня вы узнали эту информацию тоже многим она ляжет как-то знаете понимание мира станет лучше то есть они при не будут понимать зачем зло на земле потому что многие говорят почему такая несправедливость вот когда человек у него четко давайте вот насколько у вас развито чувство обостренное чувство справедливости 10 баллов очень 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 ну я считаю что мир справедлив все что происходит значит так оно и надо высшему начала виднее вот 10 баллов чувство справедливости зашкаливает да вот возмущение а почему вот страдают дети там больные рождаются почему войны а почему вот это происходит и вот да 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 протестируйте себя это очень интересно и очень полезно и чем у вас больше вот эти претензии к миру чем вы больше ближе к десятке соответственно вы дальше от девятой волны и от гармонии и от состояния принятия вот этого мира чем больше вы у вас развито чувство несправедливости тем больше вас обучает противоположным опытом как раз вот этим кавычках негативно ну пусть обучают показывают вот это запишите для себя насколько вы вас чувство справедливости одно развито чем больше вы возмущаетесь еще раз говорю во первых это кармическая ответственность за это идет потому что вы возмущаете энерго информационное пространство и каждый кто возмущается теперь вносит лет тут землетрясение войны то есть это суммируется негативные энергетика в пространстве и соответственно возникают где-то очень сильные тайфуны землетрясения и возмущение порядок людей которые в негативе в раздражении в агрессии то есть вы еще и их возбуждается просто помните именно почему нужно приходить к этому внутреннюю состоянию принятия а примите это баланс вы совсем согласны вас на дуальности плохо и хорошо несправедливо несправедливо вот у кого есть чувство несправедливости этого мира это как раз говорит о том что есть очень сильный перекус вот она пожалуйста дуальность вот вам работать не работа непочатая край это друзья моим из волновой картины вселенной следует что две полярности любой дуальности образованной одной волной так это и говорил и по мере того как человек осваивает обе полярности то есть сначала он понимает что все допустим несправедливо потом все справедливо обе полярности как он имеет возможность подняться на уровень выше он выходит как раз на сознание пятого измерения и вот отработанные полярности более не ограничивают его он становится таким безграничное сознание и совершенно у него становятся безграничные возможности во всем ну вот примерно чтобы понятно было на руководителя вот если например ну вот перед руководителем стоит вызов такой научиться управлять подчиненными в его распоряжении два метода метод кнут метод пряник в силу личных особенностей например этот начальник склонен к одной из полярности но если он в равной степени познает оба варианта в этой жизни или может быть в одной же то есть в одной жизни там был негативным таким кнутом а в этой допустим тук пряника и вот когда он познает познает эти два варианта две полярности он сможет пользоваться ими с одинаковой легкостью он поднимется на уровень выше где уже проявляется мудрость управления и где он будет решать задачи более высокой дуальности так через гнев получаешь позитив хороший вопрос сергей значит тут нужно более конкретно чтобы иметь ввиду я не знаю давайте уточните если есть можно поделиться этим то а через негатив в какой ситуации если вы попали в серьезность серьезное состояние негатива соответственно потихоньку потихоньку вы все равно выйдете в это нейтральное состояние сейчас на примере опять же помните я рассказывал о ребенке который был например сначала в хорошей семье потом он попадает в дедом ну то есть там его все любили он там да и родители умерли он попадает в дедом был один негатив негатив да ну да представьте что это знать как-то разделено во времени ну то есть в жизни очень часто бывает только в одной жизни человек сначала всех предает 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 это такой не значит как правило знаете от ну да у нас получается пляска я скажу от чего происходит ты человек хочет два варианта есть карма кармическая задолженность когда ты делал что-то плохое другому следующей жизни тебе это прилетает и получается вроде ты ничего в этой жизни не делал белый пушистый а тебе негатив летит откуда за что на вопрос вообще непонятно за что большим вопросом есть когда эволюционный урок когда просто душа глядя вот сверху там господи а че вообще страдает я вообще не понимаю чего они там то есть знать когда оттуда смотришь да не понимаешь вообще о чем там нет таких эмоций самый негативный и самый позитивный вот и душе интересно а как же я интересно здесь познаю и таким образом он берет себе какой-нибудь опыт такой совсем негативный вот смотрите просто мне классный был опыт одной регрессии одна женщина у ней значит в одной жизни она хотела познать принять человека принятие это вот нам всем очень актуально и значит какая у него была ситуация она была аристократка и муж естественные видео тоже у них было пятеро детей муж обанкротился они стали нищими представьте аристократ когда аристократка который никогда в руках ничего не держала она не умела готовить за ним все делали ей приходится все делать самой был быту плюс еще работать ну как это с детьми еще она еще одного ребенка родила и вот здесь друзья мои здесь вот было конечно интересно она всю жизнь грозла мужа за то чтобы он банкротился она всю жизнь его пилила ну как вот у женщины это как правило психо национальный вот этот прессинг значит за то что вот он там такой секунд и в конце жизни она хоть более-менее как-то осознала что она в принципе делала неправильно и когда на совет мудрецов она попала а кстати женщина пришла ко мне запросом она боится отношений то есть боится замуж она говорит когда я подхожу какой-то точке замужества да ну вроде как уже можно там сойтись можно там уже даже замуж выйти и ее просто буквальном смысле она сама рушила все и уходила и так постоянно она пришла с этим запросом она не понимала почему она подсознательно рвет отношения когда я посмотрела на свою прошлую жизнь когда она увидела что там произошло а это было страшно быть замужем потому что там было что она занималась своими не ну как и тем что ей не нравилось естественно из аристократки туда ей не нравилось не готовить не убираться за детьми ну то есть заботиться вообще-то и мышью в общем была очень бедная тяжелая жизнь и она вот это себе накручивала концу жизни как-то она более-менее еще как-то смирилась с этим но она даже не призналась мужу то есть какой-то урок частично прошел но не полностью и вот она следующей жизни чтобы получить вот этот урок принятия вот этого негативного опыта кстати не сказали на совете мудрецов если ты успокоилась мы уже приняла и поддержала почему я обучаю на всех своих курсах тренингах и пишу в статьях и пишу в своих книгах если бы она приняла и поддержала растила мужу крылья то у них быть с деньгами все было нормально от женщины здесь очень много зависит практически все так вот следующую жизнь она взяла какую интересную она взяла очень короткую жизнь это было кстати длинная очень длинная жизнь то она вот столько продлевает жизнь до тех пор пока ты не поймешь но уже когда поняли поймут сверху ты точно не принимаешь там и соответственно человек уже уходит с плотного плана так вот что и а что она взяла в следующей жизни она горит муж такой не хочу это длинная размеренная тяжелая жизнь она захотела короткую жизнь но максимально сильная мощная эмоциональный стресс для того чтобы принять эту ситуацию что с ней произошло вы должны представлять что она выбрала она выбрала жизнь мальчика в котором 10 лет изнасиловал ли в порту матросы и он в течение несколько дней умер и она должна была за это время пока вот умирала она должна была принять вот этих вот вот эту ситуацию что произошло и принять этих людей ну с благодарностью злок вот частично она тоже приняла то есть это такая жирная знаете вот можно несколько ли жизни его до этого эти вот как вот одна да но опять же она взяла дуальность то есть была длинная жизнь такая вот такая мучительная медленно ну вот так верно а это короткая ночь стрессово то есть опять же дуальность разный опыт она вот там значит уравновесила как бы много уже чё поняла и в эту жизнь она уже пришла к середине то есть она стала своими вот этими вопросами задаваться и в итоге она значит пришла ко мне в регрессию мы сходили посмотрели она это приняла опыт успокоилась она поняла что это только привет из прошлого ничего там такого как это нету то есть что можно перенести на эту жизнь потому что это всего лишь якорь из прошлого и можно строить новые гармоничные отношения то есть как бы с чистого листа и вот очень часто у нас как раз вот эти якоря это все из прошлого они вот работают сама по себе и кто вот хочет эти якоря посмотреть раскрытие отпустить и дальше начинать легко и свободно эти плавания то соответственно курс регрессии вам очень здорово поможет в этом так что забегайте действительно очень хорошая и для себя познание кто я откуда зачем я пришел а в наше время это жизненно важно узнать предназначение миссию зачем мы сюда собственно с какой задачи вы пришли какой у вас контракт поэтому очень вам рекомендую забегайте ну и конечно сегодня мы тоже посмотрим баланс техникой возможно вот кто хорошо видит у кого визуализация хорошая вы можете даже увидеть прошлую жизнь что у вас там было интересно топливный негатив позитив движок передвигать на середину нейтрально плавность любовью можно 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 сопровождать цветом это интересно так облегчает трудную ситуацию выгружаясь из не так сейчас из выгружаясь из них и погружаясь спокойно и в девятую волну можно и так можно и так уравновесить вот этот опыт то есть вы сначала на вот этот на негатив потом на позитив сейчас вот сейчас вот молодец люточка прямо сейчас прям идем к этому к этому к этому к технике мы идем так ну еще раз говорю кому обзовется это опять же говорю по душе кто посчитает что это вот моё 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 кого притягиваю то соответственно на слушайте свои души прибегайте почитайте о курсе почитайте отзывы которые прошли люди это люди соответственно вы изучаете риксоновский гипноз вы становитесь профессионалом в этой сфере у меня очень простые легкие методики в этом году она у меня расширяется эта методика и я обучаю уже яснознанию ясновидению конкретно то есть если у вас это побочный эффект во время этой и это и этого курса развивается у практически процентов наверное там 40 40 где-то так куда много талантливых ребят девочек мальчиков вышли из моих курсов сейчас коллег со мной работают вы кстати самые талантливые они ко мне потом центр идут а значит в этом курсе я добавляю еще конкретные обучающие потому что никто кто не не верит правда это или нет а мы будем работать как раз вот с тем что веришь не вечно ты понимаешь что считываешь ты именно то как есть на самом деле реальность то есть будет целенаправленно развитие ясновения энергия поминала поменялась начала зевать и спать хочу а пошли трансформации пальчику очень хорошо но и эзотерическая медицина кто хочет себя полечить то соответственно и научиться взаимодействовать правильно со вселенной и своих близких лечить то тоже забегайте хотя программа сейчас там старая я буду ее усовершенствовать потом ее чуть-чуть переделаю так ага и мы сейчас идем с вами делать практику поиска золотой середины сейчас я немножко объясню что это такое что это такое а кстати между прочим классно и я там пропустил картинку давайте я вам обязательно сейчас покажи вот классная и так помню что в нас как микрокосмосе а и кстати историю свою из регрессии очень интересно сейчас расскажу в нас как микрокосмосе отражается макрокосмос зала заложены тонкие вибрации с высших планов вот как в резюме мы сейчас подводим человек есть сотворец создатели этой вселенной несущий в себе частицу всевышнего и отличающийся от него только масштабами деятельности хотите познать вселенную творца да познавайте себя в первую очередь и например вот говорил эдисон чтобы не чтобы познать значит что такое звезды нужно познать что такое атом то есть везде все есть голограмма везде все есть и повторение и когда-то я вот станем ухамадшина и своей коллегой и со своим самым таким близким человеком по здесь воплощение у нас здесь тоже здесь не контракт и мы с ней значит один раз мы получили информацию что значит я была в прошлой жизни я очень много было воплощалась воплощалась хранителем информации в разных праздных воплощениях была индийцам в северной америка между южной то где вот у нас пирамидки там стоят значит потом значит в азии потом других местах и там не четко сказали что там 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 ты была хранитель информации то есть постоянно было взаимодействие с высшими цивилизациями они нам передавали эту информацию был вечный вот такой взаимообмен как в принципе сейчас и происходит то же самое с моими высшими кураторами и мы пошли и станем в регрессию я думаю ну да и хоть и эти знания хоть возьму там оттуда и буду давать вам и вот мы пришли значит а так было интересно там она была моим сыном я был вождем и значит когда сын дорос до определенного времени состояния там нужно было ему передать как раз эти знания и вот показывает что мы уединились в определенное место сакральной там на природе значит и героя там как отец начинаю значит и рассказывать вот эти передавать и эти тайные дознания и нас туда не пускает мы как знать вот как в кино будем вокруг да и вот вот то так зайти то так подслушать чуть-чуть чего я ей там передаю это было так интересно взял и но все равно у нас получилось мы подошли я стала слушать значит чего там я передаю татьяне и когда я это услышала ну мне разразилась просто буквально смысле хохот потому что то что я там давала я уже давным-давно даю это в реальности то есть на вебинарах постоянно капельным путем или как-то то есть везде 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 все это и рассказываю и главное там вот как раз смысл в том что нам дали то что в малом содержится большое и наоборот в большом содержится малое то есть все есть голограммы если вы хотите познать творца познайте себя то есть вы есть вот буквальном смысле вот вот это вот фрактал и это тоже вот уже не секрет то есть что хочешь позор познать макрокосмос познай микрокосмос то есть это все все едино все клеточки они одинаковые то есть вот я поняла что в принципе туда ходить бесполезно потому что она потихонечку выходит из сознания нас постоянно загружают кстати показывают регрессии очень частные моих клиентов и меня тоже как значит загружают определенную порцию информации то есть буквально смысле знаете как вот как флешечка хоп-хоп перекидывает в голову какие-то там иероглифы какие-то знаки их так не определишь кидают кидают я одного мальчика водил он говорит о на совет пришли год ой подожди год часами негать загружают загружают и пока загружали мы ничего значит не работали и сидели молчали все горит закончили а а потом как это происходит то есть нас загружает информацию до которую вам нужно естественно у кого человеком смеси с предназначением это более конечно более глобальная информация уровне сознания тоже зависит какую информацию вы получаете и потом эта информация приходит в виде инсайтов озарение снов очень точечно и понять вот я говорю это капельным путем по капельке для того чтобы во первых вы могли ее усвоить вы могли внедрить вы могли вот эту вот информацию как бы сами до не то что додумать а развернуть ее понять да вот как менделеев например открыл да ему приснилось да он сколько работал над этим ему давали одно второе пятое десятое он разрабатывал все уже элементы были готовы а потом уже вот когда все он закончил ему хоп во сне и дали вот эту штучку и кстати если бы дали каком-то не знаю там крестьянин у которой он бы посмотрел на это и вообще не понял и очень часто нам кстати какие-то сны какие-то штуки и мы не понимаем что это такое то есть мы считаем информацию из толкового плана то есть информационного поля земли а чё это как это чё с этим делать знать не знаю очень часто нам дают как знаете как он подсказку на будущее то есть показывают на будущее а потом мы под приходим к это как говорят доживю до очень часто в буквальном смысле у меня так было сколько раз что я видела будущее и потом это потом это соответственно сбывалось сергей пишет нужно уметь понимать подсказки конечно конечно мы же работаем у нас есть это постоянно моя тема работа со знаками нужно считывать их везде и всюду а не повсюду знаки-знаки-знаки то есть это реальности а вообще на самом деле очень просто кто только нам присоединился кто пришел вы ставите намерение например на везде главное намерение кстати вот как прийти к равномерию намерение это первое и это утаивали тоже все массу на жрецы и круче кто имели доступ к информационному вот этому порталу из общались с высшими с высшими существами намерение вы ставьте намерение например вам не понятен знак у меня очень просто бывает например сон такой приснился удивительный сон вообще такой ух я думаю так сон классный я говорю я обычно общаюсь по простому ребят сон классный ничего не поняла пожалуйста мне будьте любезны за вот хочу за днем расшифровать и вот эти мне знаки и за полдня я от знака к знаку шла и буквальном смысле через полдня я его расшифровала была в восторге вся сияла мне там аплодировали какая молодец это нужно работать это обратные связи со вселенной именно через你 кому с нами разговаривать вселенным этому нужно обучаться учитесь учитесь на нет а вот чтобы будут равновесие это нужна воля потому что работы много работы много по управлению своими мыслями своими опять же да каждый раз нужно ставить намерение высокой намерения то есть нужно опять много знаний и знаете как это выстраивать как это работает А с мыслями и с эмоциями это вообще отдельная история То есть отдельные эмоции То есть раньше я эмоциям меньше уделяла внимания То есть больше с мыслями, с менталом А сейчас как раз мне дали вот эту вторую часть, которая дополняет И еще с телом, то есть с физикой надо работать То есть вот теперь как раз у меня все пазлики сошлись Я вышла на новый уровень, мне дали уже новую информацию И соответственно я ее передаю людям И будем вот как раз делать, ставить эксперименты Будет очень интересно Так что если что, прибегайте 30 мая на вебинар К нам будем вместе вот с этим работать Так, Танечка, скажите Все, что происходит в мире Это наработка разного жизненного опыта Каждый человек до каких-то пор И есть ли выход в лучшую реальность? Ну конечно есть А вы не верите? Я например знаю, что есть Она реально всегда параллельна Намерения поставили и вышли в хорошую реальность И пошли в возможности Потом вам начинает сыпаться Все же здесь у вас Мысли в голове Если вы здесь не поставите свою реальность Каждый живет своей реальностью Если у вас негативная реальность Соответственно вы ее сотворили Своими в первую очередь мыслями Элементарные частицы Они ждут команды от наблюдающего То есть все в нашем мире Элементарные частицы Реальность, ситуация, событийный поток Что вы заказали себе То вокруг вас и будет О чем вы думаете? Вот понимаете Наше время уже другое Нельзя в голове иметь хаос Вот если у вас хаос И вы каждый день Если у вас превалируют в вашей голове Негативные мысли и эмоции То есть вы думаете В большей части Как все страшно И как вообще все ужасно И вообще одна несправедливость То соответственно вы формируете Свой событийный поток И свою реальность У вас все так Я получила ответ за равновесие Ага, Людочка, классно Оля пишет Полина, как вы относитесь к утверждению Что все контракты И соглашения перед воплощением Душа заключают под влиянием Обмана рептилоида И прочие недружественные сущности Именно они пытаются Низко вибрационной энергии Страха, боль Так, ну во-первых Да, вот еще раз смотрите Я вышла из дуальности Для меня нету существ Низших Всяких там это Все делается на благо Вселенной Значит, опять же Все эти рептилоиды Они Это отдельная тема про сущности Да, вот кому интересно Посмотрите предыдущие вебинары Миф о сущности Вот И все это делается для нашего блага На нашем уровне развития Без этого Без этого кнопки Или этого кнута То есть кнопки вот снизу Человек не будет развиваться И это санкционировано свыше Это первое То есть это Инструмент Высшего разума Для нашей эволюции Это первое Второе Значит По поводу Вот то, что Под влиянием обмана рептилоидов У меня совершенно другая методика У меня совершенно другие Знания В этом смысле Они ближе к Майклу Ньютону И никто там нас не принуждает Это мы находимся Когда Между воплощениями Естественно Когда выбираем Любое воплощение Выбираем Среди Своих друзей Единомышленников Среди своих кураторов Почитайте мои книги Ньютона Почитайте Там все Мироздание написано То есть На мой взгляд Это моя теория Это моя практика Никто нас не заставляет Мы всегда выбираем Единственное что Знаете Иногда страшновато Душе идти Когда она чуть там Долго-долго Не могла Выполнить Какие-то Определенные задачи Ей конечно Бывают напряженные Но ей делают Предложения Высшие Ну их Кураторы Духовные От которых Они не могут Отказаться В каком плане Понимаете Они понимают Что нужно развиваться Там нет вариантов Вот или деградация Тебя разберут Потом как душу Но это долго Нужно к этому стремиться И это мало Кого разбирают На самом деле Или нужно Эволюционировать И ты понимаешь Это все равно Даже у тебя И вроде думаешь Там страшновато Что не справишься Опять И опять Будешь по кругу ходить Есть такие опасения Но опять же Душу поддерживают И показывают Что раз тебе Суда Дают Определенный контракт Тебе не дают Инструменты То есть Вы поймите Что когда вы Суда приходите Вам вместе С этим воплощением С этими задачами Дают инструменты Как с этим справиться У каждого Не знаю По два По три Кто боится Ему пять чемоданов Эти дадут Дают больше поддержки Дают больше Их наставников Кураторов Дают больше Каких-то подсказок Но иногда человек Вот в негативных Их негативных Страстях Негативных мыслях Он не слышит Подсказки Он не знает Он как раз Пребывает В низшем астрале Которые Как раз Эти рептиду Луиды И прочее Они питаются Как раз Эти негативные эмоции Зачем им нужно Еще с ними Справляться Так А души Проходят Чистилище Ну Такого у нас нет На моей практике Никакого Чистилища Там нету Там немножко Под углом Это Выдумки Религий Так Сергей А можно договориться С высшим разумом О помощи Поддержке Конечно Прям сейчас Значит На мере Места Ребята Я вот так С ними Потому что Я схожу туда Очень часто Ну Через день Так точно Да И просто Приходишь Вот знаете Как У нас Такое Вот поклонение Вот так Ну Это же Иногда Клиенты Приходят Первый раз Увидят В ноги Падают Ну Слышь Говорят Встань Ну Че Нормально Какие Варианты Общения Через Если Например Сеанс Регрессии Это Вы напрямую Если Визуализация Хорошая Вы видите Вы приходите На совет Мудрецов Общаетесь С ними Как Обыкновенными Людьми Они приходят В определенных Образах Которые Вам близки Кому-то Может даже В Иисусе Если Вы в религии Может В виде Иисуса Кому-то В виде Каких-то Мудрецов Старцев Кому-то Уже Одна Девочка Пришла Вот А на совет Мудрецов Значит То есть Перед Воплощением Мы Уходим Когда Воплощение У нас Совет Мудрецов Знаете Как на путстве Уже Контракт Подписан Все Тебе Говорят Молодец Все Давай И когда Приходишь Сразу Через Какой-то Промежуток Времени Опять Себе На совет Мудрецов Можно Ждать Когда Ты Туда Или Оттуда А можно Здесь На земле Сходить На совет Мудрецов И таким Образом Если у кого Визуализация Хорошая Ты видишь Ты с ними Общаешься Нормально То есть Так Ну Знаете Как С уважением Конечно Но Такого Какого-то Поклонничества Нет Всем привет Всех Люблю Всех То есть Общаемся Как Как с людьми То есть Как с друзьями Вот общаешься То же самое Абсолютно А ведь Хорошо жить Хорошо Наташа Да конечно А хорошо жить Еще лучше Когда с наставниками Ты общаешься Друзья Я сейчас вам расскажу Как Вот как А наставники Сейчас История Недавняя Такая Классная Сейчас Фаина Пишет Можно вопрос А радоваться Жизни Это не равновесие А всплеск эмоций Хороший вопрос Фаин Есть разные Эмоции Есть Очень сильные Веселые Да Классные Но Даши говорят Что сильная Вот такая Очень сильная Веселость Она даже может Кому-то пробить Ауру На самом деле Действительно Такое бывает У кого-то Сильный дисбаланс Это же сильные Эмоции Энергия Она тоже пробивает Да неважно С каким Спасы А есть Внутреннее Состояние Радости Вы знаете Вот это Такое Хорошее Классное состояние И на самом деле Там наверху Таких эмоций Нету как у нас здесь И мы сюда приходим За ними Испытать Как самый Вот этот Низ негатива И самый Вот этот Всплеск Это нужно нам И это в принципе Можно испытывать И в своих компаниях Это классно Хорошо Опять же Опять же Вот эта Дуальность Это полезно Хорошие эмоции Испытывают Но внутри Всегда Опять же Это всплески Это гормоны Они быстро Рассасываются Долго Гормоны Радости Они не живут Они там Буквально Сколько-то секунд Они расщепляются Минут Да Вот Да-да-да Сейчас расскажу Сейчас расскажу Люда говорит Очень сильные Эмоции Опасные Чувства Надо культивировать А вот когда Судочка Соглашусь Что вот Средние Где-то Да Вот такие Вот Они Внутренние Гармония Состояние Понимаете Вот этого Равномесия Не объяснишь Это вы должны Это понимать Когда Она просто Хорошо Ой Лена спрашивает А у наставников Чувства Юмора Есть Еще какое Чувство Юмора Есть Они так Над нами Шутят Они так Все время Нас Веселят Они Всегда Говорят Одно И то Ж Передай Всем им И чтобы Они Радовались Жизни Что А то Ходят Такие Все Серьезные Типа В песочнице На нашем Уровне Они Все Сидят И все Такие Такие Серьезные Все Такие У них Прям Дела 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 Вот Радость А это Высшая Вибрация Высшая Любви Эмоция И поэтому Нужно Обязательно Больше Радоваться Больше С интересом Относиться Здорового Ребенка Да В жизни Интересно Как у меня Получится Леночка Привет Ты вовремя Мы уже Почти заканчиваем И таким Образом Смотрите Я расскажу Историю Недавнюю Сейчас Подождите Пока вопросы Не могут отвечать Расскажу историю Немножко Я была Не то что В печали Не то что В грусти Но было Такое состояние Знаете На нуле И чуть-чуть Может быть Пониже Такое Знаете Ну какая-то И не грустинка Нет Ну вот Состояние Точно Вот такой Радости Какой-то Внутреннего Спокойства Вот этого Не было Я иду По парку С своей близкой Вот И Значит Иду 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 Она мне Значит Там Рассказывает Вот Там Одно Второе Пятое Я как-то Вот как раз Себя Слоела На этой Мысли Что Как-то Немножко Вот такое Состояние Как раз Немножко Ушла Вот Были на эту Причину И Я ее спрашиваю А есть ли Тут белочки Она говорит Да Есть белочки Ну Мы с ней Потом опять И уже Где-то Полчаса прошли Идем По олеечке Вот так Да И Значит Идем 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 Она говорит Ой Постой Говорит Ну Позвоните Я останавливаюсь А мы идем Вот так Вдоль Я Шла Лицом Туда Мы останавливаемся Она То есть Она останавливается Я поворачиваюсь Значит Перпендикулярно Дороге И смотрю Вот так Знаете В сторону И я Глазами Вот так Поворачиваюсь И мне Глаза Сидит Белка На Суклу И смотрят В глаза Знаете И она сидит Не дергается Белка Белка Вообще Да Она бегает Прыгает И так Она сидела Долго Я уж не знаю Но мне показалось Там очень долго То есть Она вообще Вот сидела И смотрела Мне в глаза И в этот момент Я еще Подруге Говорю Смотри 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 И главный Вот так Понимаете Такая радость Была Такая радость Была Она даже Сидела И смотрела И когда Я смотрела В белки Глаза Я поняла Что это Наставник Все устроил Мой Для того Чтобы мне Повысить вибрации Чтобы меня порадовать Уж не знаю Как он белку Загимнотизировал То есть Они манипулируют Вот так И потом Я пошла На это Ну в общем Я потом Наверное На три Наверное Ходила И вспоминала Эту белку Нашла Эту белку По интернету Вот как будто Да Сделала Заставку себе На рабочий стол Теперь эта белка Наставник Смотрит ко мне В лицо Каждый день Каждое утро Каждый вечер И когда Значит Я через день По-моему Или через два Не помню Пошла На совет Мудрецу Вот Прихожу туда И они Мне как раз говорят Ну что ты Говорит Что ты Грустишь Говорит Классно С белкой Это было Да И показали Когда я ушла По парку Этот мой Наставник У него крылышки Такие были Он тоже Вот я типа Вот такая И он так же Грустит Шел Шел У него крылышки Вот такие Вот значит У него там Висят Они вот так По полу Вот так Волочатся Он все думал Как меня развеселить Потому что От того что Мы в грусти Мы не слышим И каждый раз Они нас выводят На эти высокие вибрации На девятую волну Они нас Вот этот Баланс Они нас выводят Понимаете Когда мы в балансе Мы слышим их Мы слышим знаки Мы все У нас все складывается У нас энергия Главное не утекает Туда куда Да Негативные эмоции Вот в астрал Мы не питаем Вот эти ниши Из-за наших Негативных эмоций Мы же питаем Вот эту вот Нишую субстанцию Которую Собственно говоря Еще нам Палки Равновесие Нужно быть Всегда Это нужно Нашим наставникам Они от этого Тоже кстати Растут От того Что Когда Им Удается Донести до нас Какие-то знаки Какие-то Вот эти Послания Очень важно Нам находить В радости Вот Так Спокойно Миротворенное Старение Вот В этой Золотой Середине Сергей Говорит Наверное Мысли Материализовались Это Мастерники Были Это Классно Они Каждый раз Такие штуки Проворачивают Юмор У них Потрясающий Это Каждый раз Они Прикалываются Они Меняют Маски Они Приходят В разных Видах Они Веселят В общем Одна Моя знакомая Пошла В регрессию Тоже И наставник Ее пришел Вообще В таком виде Ну это Значит Смех Подобно Значит На голове У него Вместо Голова Там же Можно Все Что Угодно Вместо Головой У них Козья Такая Голова С рогами Вроде Как Человек Сверх Коза Значит Потом Она Он Прыгал На мячике На большом Таком Мячике Еще Какими-то Бубенцами И вокруг Ни Одна из главных Задач Здесь Наконец-то Перестать Вот это Пребывать В этой грусти Вот этой печали Которая Совершенно Не нужна Не то уж Не нужна Она Как знаете Как Запрет Такой Не запрет Как блок На пути К нашему Предназначению К нашей миссии Контракт души Из-за этого Не выполняется Просто Одна девочка Тоже В регрессии Очень хорошо Мне рассказала Прям Это вот Буквально Даже не одна Это было Несколько Таких случаев Но вот Прямо Очень хорошие Вы просто Помните Это Что когда Мне не хватило Выполнить Свой контракт У каждого Своей задачи Когда он Сюда Не хватает Выполнить контракт Из-за того Что он Вот в этом Унынии Вот в этом Негативе И вот Эта внутренняя Свеча Вот как раз Вот этой Первой волны Которую мы Сейчас будем Искать В технике Творца Она гасится Вот представьте Как свечка И она Все гаснет Гаснет И вот таким Образом Она не 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 соединяется С высшей Вот этой волной Которая оттуда Идет Соответственно Разрыв большой Не слышит Своих наставников И контракт Не выполняется Это вот С этим Приходится Сталкиваться Очень многим Душам И вот Очень важно Просто смотреть Вот эту Сейчас мы С вами Первую волну Мы ее Поймаем И вот Хотите Как хотите Ее там Сделайте Для себя Но вы должны Ее очень часто Слышать Чувствовать И когда вы Настроитесь Соответственно Вы настроитесь На эту волну И на создателя И соответственно Своих кураторов И высших Мудрецов Которые вас ведут Вот друзья мои Вот такие Интересные у нас истории А кстати С одной девочкой Вот хотела Рассказать Забыла Она когда пришла На совет мудрецов И мудрецы Стали Менять Лица То они такие То они всякие То они в одном виде То в другом А потом уже Говорит Ну слушай Говорит Ну хватит Это они ей Они меняются На совете А значит Они в виде Человеческих сущностей Ну людей А потом Говорит Ну может хватит А это в ее голове То есть каким бы Она хотела их видеть Говорит Может хватит уже Говорит Будешь Будешь уже взрослый Говорит Давай мы Виде будем Энергии просто И очень часто У продвинутых душ Им не нужно видеть Вот эти лица А там же эмоции Выражены Как то Чего там скажет Они видят В виде энергии То есть этого Тоже достаточно Бывает Но это уже Более высокий уровень Когда вам не нужно Вот эти вот Человеческие Такие Картинки Видеть Так Сережа пишет А как можно Объяснить то Что допустим Подумал о человеке А он Бац И через несколько минут Звонит и пишет Ну и телепатия Она же доказана Уже давно Она моментально Сигнал Это пословно В этот момент Значит Ваша Ваш посыл Он доходит до человека Да И человек Хоп Значит Смотрите Здесь как может быть Здесь два варианта Бывает Когда вы послали У вас общий Грегор образуется И соответственно Там происходит Обмен информации Кто кого Уже Уже непонятно Я очень часто Все время задавала С вопросом Я очень здорово Исчитываю информацию На тренингах На С вами близкими Даже на вебинарах То есть Кто-то в чате Написал А я уже Отвечая на вопрос Не читаю Еще То есть Это вот как раз Возможно Сергей Считывая информация То есть Человек только Собрался Вам звонить А вы уже Считали О нем подумали То есть Ну это уже Не важно То есть Образовалось Одно поле Игрегор Значит Сигнал был отправлен И два человека Считали Только кто-то Считывает Это лучше Кто-то Хуже Ну в зависимости От того Кого Интуиция Лучше развита Да Многих часто Так бывает Ну что Давайте К технике Подходим Сейчас я ее Объясню А вы Задайтесь Вопросом Нужно ли Ее делать Если нужно Внутренний Ответ Слушаем Себя Да Делаем Если внутренний Ответ Нет Не делаем Если нет Ответа Берем ответственность На себя В любом случае Итак Друзья Мои Значит Что мы В этой Технике Будем Делать Вы Можете Увидеть Свои Воплощения Противоположного Опыта Например Если вас Кто-то В этой Жизни Обижает Притесняет Сталкивается С какими-то Очень Негативными Людми То Вы Можете Посмотреть Что вы Сделали Этим Людям И Для Вот Баланс Мы Будем Смотреть И Для Кого-то Можно Это Как Мини Регрессия Кому Интересно Увидеть Это Мы Ставим Намерение Хочу Увидеть Противоположный Опыт Сегодняшнему Дню То Если У вас Есть Негативный То Что Я Примерно Не знаю Там Или Может быть Эволюционный Опыт Хочу Подтверждение Получить Кому-то Сейчас В технике Можно Будет Поставить И Прожить Противоположный Опыт Например У вас Есть В этой Жизни Нерешительность И Вы Хотите Сейчас Прочувствовать Противоположный Опыт Где Вы Очень Решительный Вот Сейчас Вспоминаем Сейчас Пишем Себе Намерение Значит Что Вы Хотите Прочувствовать Или Например Вы Не Умеете Отстаивать Свои Границы И Вы Делаете Противоположный Опыт Когда Вы Очень Сильно Отстаиваете Границы Но Мы Делаем Если Вы Сильно Будете Махать Шашкой Значит В Учебных Целях Намерения Я Это Проигрываю В Учебных Целях Как Вот Этот Противоположный Опыт Берем То Соответственно В общем Складывает Все Хорошо Учебных Целях Да То есть Это Ограниченно Это Такая Некое Замкнутое Пространство Которое Только Для Вас Больше Никого Не Действует Понятно Вот Одновременно В этой Технике Вы Поймете Где Находится Создатель Но Поймут Только Те В Этой Технике Кто Расширит Своё Сознание Максимально Важно Представлять Что я буду Говорить Потому Что Это Еще раз Говорит Уже Такое Более Высокое Сознание И Конечно Мы будем Искать Вот Эту Струну Вот Эту Струну То есть Эту Волну Ну И Струну Потому Что Там И Будет Струна То есть Эту Волну Девятую В себе Помните Что Есть Всю Голограмма Вы Есть Часть Творца И В вас Она Есть Итак Поехали Да Пары Противоположностей Точно Итак Запрос Вы Поставили Например Я хочу Получить Противоположный Опыт Если Он Не Актуален Для Развития Моей Души И Приобрести Баланс В Этой Сфере Сейчас Мы С Вами Делаем Заземление То Вы Представляете Что Вы Очень Плотно Связаны Землей Вы Обязательно Ставите Намерения Просто Кто Не Знает Скажите Что Я Заземляюсь Можно Представить Что Вы Прям Ниточкой Связаны Землей Очень Хорошо Следующее Обязательно Поставьте Намерение Чтобы Ваши Ангелохранители Ваши Наставники Сопровождали Этот опыт Верите Вы Не Верите Видите Вы Не Видите Это Будет Происходить Именно Ваши Вздумы Ваши Души Ваши Духовные Кураторы Чтобы Они Помогали Очень Хорошо Сейчас Мы В своем Внутреннем Мире Во-первых Мы Закрываем Внешние Глазки Молодцы Мы Закрываем Внутренние Глазки Представляете Как будто У вас Есть Внутренние Глазки Вы Закрываете Одни За Другим Раз Два Три Четыре А может Кто-то Развлекается Тем Что Закрывает Многих Наподряд Очень Хорошо И Сейчас В вашем Внутреннем Мире Я хочу Чтобы Ну как Некую Какую-то Может быть Дорожку Может быть Какую-то Плоскость Не знаю Но у этой дорожки Есть Концы А и Б Два Конца Посередине Ноль Это тот Баланс Которому Вы будете Идти Я не знаю Сейчас На какой Конец Вы встанете На А Или На Б На Противоположный Опыт И Какому Вы пойдете Вы Встаете В одну Точку Очень Хорошо Например Кому Актуально Вспомнить Тяжелый В этой жизни Кого-то Может быть Предали Обманули Вы ставите Намерение Что я хочу Посмотреть Ушлой жизни Что я Сделал И Вы Начинаете Идти В другую Другую Точку Если Вы хотите Например Понять Как Я буду Решителем В этой Жизненной Решителем Вы Идете В Предположенную Точку Встаете Туда И Когда Дойдете До Определенной Точки У вас Ждет Уже Этот Опыт Просто Вы Доходите Вы Понимаете Что Дошли И Этот Опыт Начинает Проходить Или Вашем Знании Или Вашем Восприятии Через Через Визуализ Визуализацию Или Просто Понимание Или Какой-то Смысл Для вас Откроется Итак Мы Идем Противоположный Конец Представляем В красках Противоположный Опыт Если Кто-то Дошел До Противоположной Точки Обязательно Начните Проживать Этот Опыт Конечно Обязательно С намерением Сделать Вывод По Увиденному Это Нам Главное Когда Вы Выйдите На уровень Здесь Сейчас Вы Запишите Да Можно Ситуацию Сможем Взять Очень Хорошо Постарайтесь Максимально Сейчас Расслабиться И просто Видеть Чувствовать Ощущать Принимать Ту Информацию Которую Вам Приходит Какие То Образы Какие То Воспоминания Может Быть Просто Какой То Бред Просто Допустите Что Это На данный Момент То Что Вам Нужно Лишнего Не Покажет Вам Покажет Ровно Столько Сколько Вы Готовы Принять Очень Хорошо И я Не знаю Что Вы Сейчас Видите Чувствуете Ощущаете Я Не знаю Кто С В Рядом Я Не знаю В какой Ситуации Жизненной Вы Находитесь И Не знаю Какие Чувства Вы Испытываете Если Какие Негативные То Помните Что Вы Всегда Можете Их Отменить Вы Всегда Их Можете Притушить Уменьшить Главное Сделать Вывод По Увиденному И Прочувствую Прочувствую Тот Кто Уже Увидел Луч Почувствовал Этот Противоположный Опыт Может Маленькими Шажочками Идти К середине Как Вы Знаете Чувствую Баланс Может Как На Качелях Сначала Был Один Потом Другой А Теперь Вы Находите Баланс Прям Ощущаете Так Еще Шажочек Да Да Маловато Еще Еще Шажочек Еще Шажочек Очень Хорошо Мы Находим Золотую Середину Между Двумя Опытом Чувствуем Чувствуем Вот Эту Золотую Середину Как На Качелях Балансируете Найдите Равновесие Ищите Его И пока Вы Ищите Его И Тут Просто Находите Состояние Равновесия Спокойствия И гармонии Я хочу Вам Сказать Следующее Что Вы Находитесь Золотой Середине На Ловне Девятой Волны Вселенной Прочувствуйте Это Состояние Вибрации Какие У вас Эмоции Чувства И Пока Вы Впитываете Это Состояние Я Хочу Вам Сказать Следующее Расширьте Своё Сознание Максимально Я Не знаю Как Вы Это Сделаете Может Просто Представите Как Голова Становится Все Больше Больше Она Расширяется Максимально За Такой Шар Изнутри Идет Максимально Как Можете Или Как-то Иначе Я Хочу Вам Рассказать Что Создатель Этой Вселенной Находится Вообще Вне Всех Рамок Ограничений Которые Суть Дуальная Поэтому О нем Можно Говорить Только В терминах Отрицания Либо Объединения Противоположности Он Он Не Внутри И Не Снаружи Или Одновременно И Внутри И Снаружи По Размеру Он Больше Вселенной И Вселенная Суть Его Тела И Одновременно Меньше Самой Мелкой Ее Частицы Просто Потому Что Вне Такой Категории Как Размера Он Ведь Сам Ее Создал В Какой То Момент Развертывания Вселенной Так Вот Парадоксальная Удивительная И Загадочная Вселенная И Где Все Элементы Вроде Как Различны Но Вместе С тем Это Одно Где Человек Один Из Вариантов Группировки Волн Кусочек Внимания Создателя И Сейчас Он На Вас Внимательно Смотрит И Даже Радуется Расширьте Своё Внимание И Объедините Полярности Которые У вас По Обе Стороны И Я Не Знаю Как Вы Сейчас Это Сделайте Может Поместите Эти Два Опыта На Руки Расставленные По Бокам Как Раскинутые Чаши И Возможно Эти Руки Захотят Соединиться В Одно Целое Единое И Если Вдруг Вы Сейчас Чувствуете Что Руки Сами Начинают Притягиваться Друг Друг Для Как Раз Этого Единства И Баланса Это Очень Хорошо Очень Хорошо И Когда Руки Соединяются Вы Поймётесь Вы Осознаете Своё Единство С Миром И Сейчас Вы Осознаете Себя Самим Создателем Вы Есть Голограмма Точная Копия Первого Источника Человек Есть Сотворец Создателем Этой Вселенной Несущей В себе Частицу Всевышнего И Отличающегося От него Только Масштабами Деятельности В Нас Как Микрокосмосе Отражается Макрокосмос Заложенный Тонки Вибрации Свыше Планов И Сейчас Вы В себе Найдёте Эту Струну Эту Вибрацию Эту Вибрацию Первоисточника Из И я не знаю В каком месте В вас Она Находится Как она У вас Выглядит Какого Света Она Какого Цвета Она Запаха Может быть Умеет вкус А Главное Какой Звук Она Производит Вы Сейчас Можете Дотронуться До Этой Струны И Воспроизвести Его Очень Хорошо Сделайте Это Несколько Раз И Запомните Этот Звук Очень Хорошо И Чаще Приходите К Самому Себе Слушая Звук Создателя В самом Себе И Сейчас Обратите Внимание На свои Чувства Эмоции Которые Вас Охватывают В этот Момент Посмотрите На себя И Увидев В себе Саного Творца Создателя Прочувствуйте Эту Радость Оказывается Он Вас А Вы В нем И Это Единство Это Баланс Это Равновесие И Вы Находитесь На Одной Волне Девятой С Творцом И С целым Миром Очень Хорошо Замечательно Можете Даже Приложить Руки В то Место Где Вы Чувствуете Эту Волну Это Будет Очень Хорошо И После Того Как Вы Это Сделаете Вы Можете Задать Любой Вопрос Задать Может быть Создать Какое-то Намерение На Какую-то Цель И В ближайшее Время Вам Ваши Наставники А может Прямо Здесь Они Ответят Вам И Теперь В таком Замечательном Состоянии Радости Гармонии Этой Сонастройки На Девятую Волну Вы Потихонечку Можете Выходить На Уровень Здесь И Сейчас Потихонечку Мы начинаем Благодарить Всех И Вся За Проделанную Работу Себя Наставников Ваши Которые Были Рядом Если Даже Вы Не Видели Вселенную Творца Всех Нас Кто Участвовал В этой Замечательной Работе Потому Что Это Была Совместная Сонастройка На Девятую Волну Мы Благодарим Всех Потихонечку Выходим На Урон Здесь И Сейчас Открываем Внутренний Глаз Идем Дорогой Которые Вышли Сюда Отсознание Хорошо Знает Открываем Внутренние Глазки Открываем Нашние Глазки Чувствуем Себя Очень Интересно Легко И радостно И Выходим На Уровень Здесь И Сейчас И Конечно Делимся Опытом У Кого Что Получилось Интересного Так Оксана Шла По Противоположного До Противоположного Конца Пронеслись Все Мои Воплощения Пришло Сознание Что Все Предопределено Все Делается Для Развития Моей Души Все Просто Опыт Перестала Болеть Голова Спасибо Пришла Улыбка Спокой Стать Привет Спасибо Оксана Классно Здорово Классно Юля Кох Я улыбалась Практика Это Прекрасно Да Вот у нас Настройка Людмила Это Бесподобно Благодарю Полина Люда Я рада Я рада И Светилась Так Так Юлечка Классно Вот У меня Сейчас Мурашки Идут Хорошо Получилось Хорошо Хорошо А Струна Голоса Дельфина У Людочки Какая прелесть Как интересно Не просто так Запоминайте Записывайте Сейчас Записывайте Весь этот опыт Вот сейчас Можно забыть Его через Какой-то Промежуток Время Чтобы Все Это Осталось Вы Еще Над Этим Будете Думать Это Как Первая Такая Первый Шаг По На Сонастроечке И Наденька Говорит И я Улыбалась Род Души Конечно Такое Событие Ага А я Засыпала На фоне Вашего Голоса Ну Тоже Хорошо Адалин Все Нормально Все Нормально Так Алиночки Хорошо Прошло Глубоко Поймите Что Кто-то Заснул Кто-то Значит Так И Надо Все Равно Прошло Сонастройка Вам Какие-то Озарения Инсайты Пройдут Позже Ничего Не Видела Нормально Смотрите Даже Кто Не Видит Тоже Работать Так Можно Вы Делайте Намерение И Все Проходит Да Конечно Хотелось Быть Но Не Все Видят Это Нормально Развивается У Всех Развивается Нет Таких Которые Не Видят На Самый Есть Своё Представление Тоже Есть Вебинар На Эту Тему Смотрите В Архивах Оля Сорокина Так Галочка Ну Почему У меня Сколько Б Не Делала Практика У меня Ничего Не Получается Ничего Не Вижу Еще Раз Возвращаю Туда Значит Нужно Прислушать Своим Мыслям Ощущениям И Прочем Друзья Мои Не Бывает Вы Не Буду Дойти Достань Буду Когда У вас Ничего Нет Не Бывает Такого Это Надолго Стараться Танечка Танечка Таранникова Внутри Покой Перед Глазами Фиолетовый Свет И Голова Качалась Зад Вперед Слев Назад Хорошо Тоже Настройка Хорошая Чувствительность Идет Таня Хорошо Лена Ты Сейчас Не Вы Все Прочитаю Прошу Прощения Много Всего Увидела Надо Все Пере Осознать Запишите Главное Леночка Записываем Все Полина Наташа Все Четко Видела Получила Ответ На мой Вопрос Была В центре Огненного Безмерного Шара Прекрасно Наташа Свет И все Получилось Когда Слушала Струну Стала Выкручивать Большой Палец На левой Ноге Отвлекала Ага Если Это Неосознанно Зачем Это Какой Якорь Свет Это Тоже Хорошо Нормально Свет Турагина Благодарю Почувствовала Золотой Серий Чувство Глубочайшей Миротворенности Вот Глубочайшей Миротворенность Вот Это Вы Должны Прочувствовать Она Девятая Волна Вот Она Ага И Оленька После Выхода Бросила Жар И Тошнит Значит Сделайте Такое Потому Что Не все Готовы К этому Это Нормально Сделайте Сейчас Такую Установку Пусть Вот Эта Саностройка Пройдет Хорошо Как Душа Как Душе И Плавно Для моего Физического Тела Чтобы Вот Нормально У вас Было То есть Своим Наставникам Дайте Намерение И потом Отдохните Обязательно Но Можно Отмотать Если уж Совсем Будет Туда Можно Отмотать До Начала Как Будто Эту Технику Вы Как Кеноленту Отмотали Назад Потому Что Действительно Бывают Такие Вещи Когда Вот Такие Вибрации Человек Еще Может Не Не Совсем Готов Сначала Зевала Много Раз Потом Сильно Заболела Голова Из Левого Глаза Потекли Слезы К Концу Голова Нормализовалась Блок Пробил Эвер Скорее Всего Любая Головная Боль Еще Что Это Все Блоки Там Сидят Или Эмоции Или Ответ Прочие Какие Программы И Все Это Там Нам Мешает Был Гул Наташа Как Землетрясение Затем Перешло Музыку Я Иду С Мужчиной Картина Яркая Спокойно Открылась Перед Глазами Вселенной Спокойствия Чудно Конечно Можно Повторять Конечно Запись Берете Повторяете Соответственно Наденька Видела Себя Командиром Наконец Шашкой В руках Только Как Мне Очень Понятно Сонастройки Пульсация По телу Великолепной Практики Хорошо Наденька Ну Это Как По несколько Часов А тут За 5 минут Конечно И то Хорошо Галопом По Европам Отрывочек Есть Он вам Обязательно Потом Пригодится Как пазл Только Запишите Люда А голос Гортанный Всеобъемлющий Глубокий Может быть Конечно Конечно Может И хорошо Это Как раз Ниша Вибрация Не то Более Гортанный Он Как раз Такой Трансовый Голос Так Света Ливина Пошла Посмотрите Веру В свои Экстрасенсорные Способности И когда Подходила В середине То переход Был Как вибрационная Стенка И оказалась По ту сторону Видела Женщину Которая Видит Всю информацию Человек И может Вводить Транс С одним Прикосновением Светочка И вот Даже Не сомневалась В тебе Я Когда Первый раз Ты пришла Ко мне На регрессию Я знала Что ты Великий Талант Большой Талант Ты Только У тебя Блоков Страх Упанул Сейчас Окончательно Разберешься И так Оно и будет Так Ага Да Техника Действительно Хорошая Танечка Тоже Благодарю Что Делала Света Написала Об этом Жарко Стало Классно Ну Действительно Мне кажется Хорошая Практика Даже Если У кого То Не Получилось Еще Раз Говорю Одно Намерение Оно Работает Можете Практиковать Потом По Новой Ну Что Друзья Молодцы Давайте Подведем Все Таки Итог Я Хочу Все Таки Вас Спросить Что Самого Ценного Вы Взяли Пока Вы Подводите Итог Сейчас Я Здесь Значит Консультацию Еще Разыграю У нас Есть Консультация Танечка Танечка Скидала Файл Или Ты У нас Да Да Давай Отправляй Пока Танечка Сейчас Сделать Все Я Сейчас Тут Настрою Так Сейчас 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 Особенно Сейчас Оконочки Так Сейчас 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 Особенно Нашего Занятия Так Сейчас Сейчас Смотрю Сколько У нас На Розыгрыш На Розыгрыш У нас 31 Человек Сейчас Я Загружу Здесь Так 31 31 Так Количество Сейчас 31 Нет Нет Так Нет 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 Так И сейчас Я Сейчас Не помню Так Чисел Количество Чисел Молодцы Запись Будет Конечно Сейчас Я Генерирую Так Чуть Не то Одно А Не поняла Сначала Не то Сделала Так Сейчас Генерируем 26 26 Кто У нас 26 26 У нас Маргарита Сорокина Мы Поздравляем Она У нас Выиграла Бесплатную Консультацию Одночасовую Вообще Вау Классно Так Понравилась Практика Круппе Как-то Ощущалась Хоть и Виртуальная Собрана А она Еще Как Работает Друзья Моя Сколько Стоит Пройти Сеанс Смотрите У меня 7000 Час Как Мениму Два С половиной Часа Нужно Но Всегда Я говорю Если У вас Не было Практики У вас Здесь Не очень Есть Опыта Как-то Медитация В таких Подобных Ситуация То Это Всегда Знаете Сначала Я всех Уговариваю Идти На мой Курс Вы Там Два С половиной Месяца Потренируетесь Вы Там Нарастите Мышцы Вы Там Входите Бесконечно На эти Курсы Я Поздравляю Маргариту Она Молодец Ее Кураторы Постучат По Постарались Вот И Когда Вы Уже Там Отработаете Во-первых У меня Для Моих Учеников Она Почти В два раза Дешевле Четыре Тысячи Это Во-первых Во-вторых Когда Вы Уже Там Отработаете Друг С другом Практически Уже Не Нужно Ко Мне То Во-первых Вы Можете Ходить Там Бесконечно Например Курс У нас Прошел Аж Когда До Нового Года А Девочки До сих пор Работают Во-вторых Чем Хороши Все Мои Курсы Вы Приходите На Них Безвозмездно То есть Купили Один раз Онлайн И Приходите Постоянно То есть У меня Они Постоянно Курсируют Это Годовое Обучение Разных Модулей Соответственно Если Вы Сейчас Приходите Потом На Следующий Вы Идете Бесплатно И Вы Ходите Так До Бесконечности Пока Вам Не Надоест То Каждый Вопрос Какой Есть Идете Узнаете Вы Работаете Друг С Другом Я Даю Вам Теорию Даю Вам Мастер Класс Там Небольшие Потому Что Регрессия Там Невозможно Потому Что Нужно Уйти На Два С Полови Часа На Три И Это Просто Длиться Там Бесконечно Какие Маленькие Этапы Я Показываю На Мастер Программе Там Еще Пока Этого Нет Это Будет Отдельная Последняя Стадия Такая Уже Там Развивается Это Кому Интересно Хотя У нас Это Обычный Эффект Как Побочный У вас Развивается Автоматически Если Хорошие Все Выходят Ясновидящие Главное Ясновидение Это Прокачка Себя Работа Над Собой Чем Вы Чище Становитесь Нравственнее Духовнее У вас Высокие Намерения Соответственно Это У вас Открывается Никому Ничего Не Откроет Просто Так Если Вы Во-первых У вас Нет К этому Миссии Предназначения Какого-то Во-вторых Хотя Могут Некоторым Открывать Для того Чтобы Очень Хотел Ну Хочу 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 Откроют Потом Уже Смотрится Чего Это Такое Сразу Резко И Потом Бежать Оттуда Уже Закрывать Непонятно Как То есть Открывает А потом Люди Не понимают Что-то Они думают Это Классно Это Хорошо Они Понимают Что Круглосуточно Это Кто-то Может Стоять Ходить На Тонком Плане Чего-то Делать И Прочее Люди Не Знают Что С Делать И Пугаются Так Что Это Делать Такое Интересно А Вот В Хорошем Смысле Это Всегда Открывается Постепенно Никогда Не Пугает Это Делать Настолько Бережно И Нашими Кураторами Наставниками Настолько Хорошо Что Человек Постепенно К этому Привыкает Так А Маргарита Здесь Или нет Ее По-моему Нет Так что Кому Интересно Забегайте Это Есть Конечно У нас В Лотосе Девочки Мои Коллеги Которые Берут За Регрессию 3000 Час Можете Посмотреть Выбрать У нас Каждый Человек Уникален У них Там Работе Поэтому Можете Там Посмотреть Тоже У нас В центре Посмотрите Выбирайте Еще раз Я говорю Что Есть У нас Еще Классный Будет Впереди Эзотерическая Медицина Очень Мощный Будет Курс Я Полностью Буду Перестраивать Он Будет Отличаться От Прошлого Года Разительно Потому Что Я получила За этот Год Просто Великолепнейшие Методики В том Часле Та Которую Я Приглашаю 30 мая Еще Танис Кинь На Нее За Буквально Смешные Доступные Деньги Поэтому Приходите Мы будем Экспериментировать Над собой В хорошем Плане Там Все Очень Экологично Будем Делиться Опытом Это Будет Очень Интересно Ну что Друзья Я Вас Всех Благодарю Я Вас Всех Очень Люблю Я Благодарю Что Вы Сегодня Были Со Мною Что Вы Настраивались На Девятую Волну На самом деле Если У вас Будут Какие-то Изменения В жизни После Сегодняшнего Дня Примейте Их С Благодарностью И С Интересно Как Я С Этим Справлюсь Потому Что Сейчас Вы Уже Берете На Понимаю И Соответственно С Интересом Мы Решаем Все Решаемо Если Вам Дают Задачку То Обязательно Вам Дают Кучу Чемодан Как Это Решить Есть Они Есть И Просите Наставников О помощи Поскольку 30 А В 19 00 Там Часика На 2 Чуть Больше Пока Я Объясню Покажу Теорию И Трочее Мы Потренируемся Мы Даже Там Будем Тренироваться Тоже Будет Коллективная Такая Больше Хотя Может быть Мастер Класс Покажу Может быть Не знаю Если С мастер Классом Тут Побольше Будет Ну Все Друзья Всем Пока Еще Раз Если Вы Считаете Что Это Хорошая Сегодня Значимая Была Информация Для Не Только Вас Но И Для Для Наших Для Зимлян Поделитесь Этой Ссылочкой Придет Вам Запись Да Ну Кликните На ютубе Поставьте Лайк Когда Лайк Ставите Тогда У вас Отсвечивается Вас На канале Соответственно Кто-то Может Посмотреть Всего Это Нужно Лайкнуть А кому То Это Будет Спасательная Соломинка Ну Что Всем Хорошего Сна Расслабляйтесь Умиротворения Спокойствия И Конечно Конечно Вам Слышать И Помнить Давайте Еще Одну Штуку Я Часа В Сутки С Вами Всегда Просто Когда Вам Грустно Оглянитесь Вот Рядом Они Где-нибудь Он Сидит Рядом Или Она Или В углу Или Прямо Рядом Глаза Глаза Смотрит Поэтому Помните Что Он Рядом Вот У меня Сейчас Везде Знаки Я Просто Понаставил Кто Белый Кто Это Они Я Раз Сразу Стерчаюсь Я Это Напоминаю И Вы Тоже Помните 24 Часа Они С вами На Связи Вы Не Бывайте Никогда Одиноким Всегда С ними Общайтесь Это Для Них Очень Можно Для Них Тоже Важно Не Только Для Вас Если Вы Слушайте Это Тоже Их Рост Ну Всем Пока Вашим Наставникам Пока Вам Пока Мне Пока Вы Молодцы Все Какие Знаки Это Уж Какие Они Вам Дадут Все Пока 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 Для Наилучшего Прохождения Сегодняшней Жизни